Говори. Я уже почти вышел работать. Уже все, меня ждут. И прям трудовую книжку приноси. Все, я устраиваю их и так далее. Но тут Виталий позвонил сегодня утром. И он изучил там. И то, что он сказал, действительно есть. Вот смотрите, я пишу ситуацию. Компания занимается тем, что вводит людей в туристические походы. Ну и что? Да. Какое отношение к нам? Христианин что там будет вводить? Зачем? Когда ничего не создает. Да нет, это понятно. Сейчас вопрос в том, что я без работы и в долгах уже нахожусь. Мне надо где-то работать, чтобы их отдать. Ну так работу надо такую, как Павел говорит, трудить своими руками, не ногами. Было еще уделять нуждающимся. Однако то, что Павел сказал, это не уничтожается тем, что работы нет. И какую попало, брать это тебя будут потом упрекать. И сам будешь не рад. А то бездельники, которые мотаются. И там всякое блудодейство идет. Там не мотаться, там сидеть в офисе и заниматься рекламой, написанием текстов и так далее. Ну я не знаю, я никогда бы на это не пошел. Даже умею это. Ты только делай то, что есть. Даже ты ничего не будешь. Ты если будешь благовес, тебя оттуда выкинут сразу. Им это не надо. Люди, это как раз равно. Ну я сказал, крайне отрицательное мое отношение к этому. Учатся. Так они могут. Они, понятно, друг другу потворствуют. Но мы христиане. Мы на это. Павел шил палатки. Значит, вот строй дома. Это похоже на палатку. Я понимаю. У нас, да сейчас даже не про то, что у нас тут мало кто работает своими руками. Дело не про это. Я на себя смотрю. Вот вопрос конкретно про эту компанию. Там есть риск, хотя за все эти 30 лет, сколько они работают, никто у них не погиб, как мне сказали. Но есть риск, что может кто-то погибнуть. И получается, что рекламирует тур, человек на эту рекламу пошел и может погибнуть. Хотя такого не было за 30 лет, как я понял. Вот у меня знакомый один в такой компании пошли. Четыре человека на пошление там Джамалунга. Все погибли до одного. Ну, здесь никто не гибнет. Их просто не допускают до похода, если они не готовы. А это не кто-то был. А руководитель альпинистских групп. Николай. Николай как раз звать. Он руководитель. Он воспитал не одно поколение. тех, которые учат лазить скалолазы. И сам погиб. И они там. Короче, у меня тут конкретно, насколько это будет грех, если риск такой есть, но он не очень небольшой. И это от основного деятельности занимает вот столько, наверное. Остальное там, это не связано с грехом. Может быть, что-то и можно там, но я крайне не расположен. Потому что я ни одного дня в жизни не позволил жить, ничего не производя. Копаются в земле. И вот они у меня, две бабушки, Надежда Васильевна и Любовь Николаевна. И сегодня еще третью там пригласили. Они тут виноград подвязывают, копают. Это сестра тут одна молодая. Посадила грядку, там редиски все. Я выхожу тут тоже не просто так, а что-то делаю. Володя приходит, колет дрова, мы снег кидаем. А это ничего не делать. Не знаю. Нет, не тут ничего не делать. Тут ничем не... Ну, как бы... Вячеслав сидит за компьютером, работа. И ты тоже... Я так же буду сидеть и работать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть риск небольшой, но он есть, что человек в результате моей работы пойдет туда в поход и умрет, например. А я пойду на эту зарплату, куплю себе хлебушку поесть. Вот это небольшой, но есть риск. И я вот пытаюсь понять, отказываться мне из-за этого только или не отказываться, а поработать там, долги вернуть, поискать... Ну, в общем, не знаю я. Мои отзывы, вот за это время тебе уже вот так надоели. Я уже повторил раз пять, наверное. Поэтому то, что я говорю, оно уже тебе неприятно это. Почему? Нет, почему приятно? Ну, все приятно. Это я тебе поперек дороги становлюсь. Ты ни деревья не сажаешь там, ни уголь не добываешь, не строишь самолеты, ничего не делать. А придумали вот там плакаты писать, иконы там писать, еще может как-то там с пятой на десятой. Ну, никогда на это. Я в свободное время делал переплет старых книг, переплетчик. Я могу научить. Реставратор. Это очень ценная работа. Это много времени требует, но я вижу результат. Вот она книга есть. Оторвалась 1200 страниц один. И корочки отдельно. Я это увидел, все. И переплел ему подойдет, он не может книгу свою узнать. И при том отсутствующие страницы, я узнаю оригинал, дальше записываю их. То есть сейчас метод самый старинный. Я переплел примерно, думаю, около трех тысяч томов. Никто в это даже не верит. Почему? Я спал два с половиной часа в сутки. И в это время, когда переплетаю, в это время насчитанное мною крутится. И я делаю пометки, симфонию составляю. У меня как-то одно на другое накладывалось. И это все необходимо. Я насчитал, а сегодня человек берет и златоустая слушает. Мы, говорит, едем дорогой, слушаем вас все время. Вот как-то... Притом я никто против вас. У вас образование, где-то живете, а я так червяк какой-то. И мне нравится это. Вот сейчас мы ходили в организации, которая помогает, а ее нету. Нету, и секретаря заменили. И как по интернету говорили посылать. А сейчас сегодня сказали, принести отпечатать. Я тут же отпечатал. И тени слышу. И опять Любову Николаевну под руки пошли. А на улице температура такая. У меня сапоги такие. Каждый сапог килограмма два с половиной. Видел какие? Да, видел. Ну вот. Вот такой вот слой. Косолапый. Но я когда хожу, я много сижу. Это они у меня лечебные. Я прихожу, ноги гудят буквально. И мне легче делается. Ну все. Что-то делать надо. Я понимаю. Сейчас есть вариант уехать на стройку и параллельно искать работу более, ну, такую, правильную. Есть такой вариант? Ну, какую-то работу найти, чтобы только не работать. Вот иные прямо ставят задачу, чтобы только не работать. А у нас так не было. Вот в колхозе нужный плотник. Это столер. Ну, один пришел и говорит, я столер, который представитель после войны. Он говорит, ну и что? Мне надо сейчас пойти там застеклить. Стеклорез-то есть? Нету. А гвозди? Ну, какие? Я работаю на вашем материале. У нас еще нету. Колхоз сгорел. При нем приходит какой-то там старичок. У вас есть-то вот все у меня в самеданчике там где-то. Все, кого примут на работу-то? И он тоже заковырял, пошел, застеклил, все сделал, как Володя. Любую работу дай. С ним интересно. Ну, я по-другому никак не могу. Да, понятно. Так, сейчас я тут залетела. Разберусь. Оса залетела. Убрать ее. Ох, как я сходил. Где-то что-то выращиваешь. Володя там, Николай-то, Кузьмин, Кузьмичок приехал. Батюшка говорит, там пашут, сеют горох, помидоры, арбузы. Это все надо. Проводят там воду. Вот приехали, сегодня такая, они на пенсию, военные люди пошли. Они приехали, сразу к Елене Гладыщук и там отдыхают. Я-то хотел, чтобы к нам туда. А она уже им тут и домик присмотрела. Вчера звонит один баптист. И хорошие люди. Все. Ну, в Казахстане. И при переезде требуется клятву давать. А клятва у нас запрещена. Как? Ну, объяснить там никак нельзя. Ну, я по-другому не могу сказать. Давать нельзя. Мы не можем. Прямо это заповедь Божья. Ты вот прими вот это вот, а теперь иди на работу. Он принял, и на второй день один здоровый мужик, дальнобойщик. И все, скопыльнулся и умер. Он хотел детям помочь этим. И теперь дети полные сироты остались. И каждый день публикуют, показывают, сколько людей умерло. Знаменитые там артисты, в основном, вот такие это. Ну, разные. 36 лет, 40 лет. Показывают, футболисты играют, и сразу два падают, мертвые. Ну, чтобы на стадионе падали, умирали так. А почему? Другого нет ничего здесь. Задача, он дьявол, человекоубийца и лжец. Поэтому, от дьявола, все, что люди делают, не сообразуясь с заповедью Божьей. Вот я иду, когда где-то там, а когда было раньше, я иду в городе, а я иду босиком. Еще на ногах нету. Ну, еще-то там молодежь этот день санитарно убирает мусор, там студенты. Ну, я подошел, поговорил с ними, визиточки дал. А, видимо, их тронуло, и они, я иду, кто-то говорит, а где этот, который был-то? Так он пошел. Какого пошел-то? Смотрит босиком, бомж какой-то идет. Он догнал, на меня вот так посмотрел, и развернулся и назад. Дескать, не он. А тут все-таки отошел только. А мы ходим с главным редактором университетской газеты за науку газета. Его имя я упоминаю. Вот, Клименко Владимир Федорович. Очень хороший человек. Потом стал редактором в газете Алтайская миссия, в епархии, в метрополии. И мы вдвоем идем по городу, идем там к начальству, там прокуратуру, оба босиком. Подошли к колонке, ноги помыли вечером. Все. Вот такая жизнь, она здоровая и дешевая. Вот когда вы в магазине, вы знаете, какие цены? Не знаю. Я не хожу. А у меня один знакомый, он ходит и вот на каждой булке и показаны до каких пор. А уже прошло время дня три, они их выбрасывают, там рядом у них выбрасывают. Просто площадка. А там люди приходят и берут. И он мне притаскивает это. Хороший такой. Я его вчера разрезал, селопан тут нашел, отрезал, на сарай залез, шифер расстелил, посушил, у меня опять целая сумка. Я 35 лет, примерно, в магазине не хожу, ничего не покупаю. Так это выброшенное, выброшенное. Сегодня огурцов принесли полную сумку. Ну я немножко огурцов взял, 10 огурцов примерно, большие огурцы, ну и посмотрел, как лоры твердые. А их уже, срок кончился, их выбрасывают. Ну и что? Я, например, не считаю ничего тут унизительного, они не опоганены, они бумажка. Срок. Да кто же знал, это срок, когда даже войну, немцы там едят, там картошку отобрали, шалупайка называется, кожурки. Да кто имел, взять кожурки, да готов, ой-ой-ой. Что интересно, я просчитал, чего немцы не отбирали, это грибы. Они боялись их. А русские-то набрали, насушили, да с грибами, у них первосортная еда. Вот так вот. Вот сейчас смотрю, у меня здесь, перед глазами, два больших куста калины. Когда приезжаем осенью, я надеваю перчатки резиновые, и собираю. В прошлом году, кажется, четыре ведра набрал. Знакомые, которые всем приглашают, даю, а Володя их с сахаром засыпал, там вообще готовые уже. А калина, она влияет положительно на организм. Горькая, а ничего. И вот другое, это яблые выросли, виноград, ну вишня, что-то плохо растет тут. И как-то копаешься на своем участке, вот к нам заходит Сергей Цыганов, он бывает, уже с бородка отпустил, и у него там петух был, парус называется. Он петух рано поет, а сосед с больной внучкой, а внучка не может уснуть. Что делать, ничего, купи какую-то там коробку, сделай, чтобы только он не задохнулся, и посади его, чтобы до семи часов не кукарекал. Куры без него обойдутся, а потом выпусти. После семи часов уже претензий нету. Ну это везде так. Я шел бы, встал бы, в четыре часа молотком начал стучать. Никак. И вот надо что-то все делать. Вот есть строители, православные даже, как будто бы, ну там, православие, это непонятно, какое у них, но молятся вместе, не матерятся, не пьют, не курят. Хорошее дело. Хорошее, но они официально не оформляют, вот в чем дело. Ну и что не оформляют? Что тебе? Не оформляют. Зачем им оформлять, деньги платить? Я много где бывал и не оформлялся никогда. Вручную у людей делал печи. Мне что оформлять это? Я мастер. Разговоры... В этом плане это хорошее. Ну иди туда, иди, не надо тебя оформлять. Чтобы только не обманулись, под тебя постель не вытащили. Ну надо, чтобы в субботу не работать. Я знаю, в субботу работать, это плохо. Ну придется в субботу на время пожертвовать и потом договорить. Скажи, я могу оставаться в другие дни, часы набрать, а в субботу, чтобы она у меня записывали, а я ее отработал в среде недели. Я так делал. И знаешь, что ты хороший работник, быстро делаешь, качественно. Тебя будут ценить. Но это и время надо, чтобы показать себя. Вот еще в Новосибирске строитель, к которому я ездил, он тоже говорит, приезжай ко мне. Но у него там, конечно, понятно, что он не обманет. Так ты мог бы мне послушай, рассказать, какая болезнь у твоего отца? У него был инсульт. Инсульт. Это когда давление высокое, и там, ну в общем, можно умереть. Потом у него было, после инсульта его увезли по скорой, он лежал там в реанимации. У него была нарушена речь, он не мог говорить нормально. Ну чуть не умер. Но в итоге там как-то что-то сделали, и выжил он. Потом у него восстановилась речь, восстановилась. Но у него теперь нервная система расшатанная. То есть он, ну эмоционально очень может реагировать. А ребра не ломал? Рёбра не ломал. И ещё он, второй момент, он ходит плохо очень. Вот как Дебунов ходит, это ещё хуже может быть. Понимаешь, вот тебе уезжать-то никак вот говорить. Как будто на благовестие куда-то ехал, запрещали. Он же не запрещает, а отца такого больного оставлять. Да и мать, наверное, не лучше. Мать таблетки пьёт постоянно. Ну вот куда тебе ехать? Я же тебе написал об этом-то. Ты жалеть будешь, не знаю как. Поэтому тебе надо быть рядом. Даже пускай что-то неладное, кабинетная работа, тебе надо быть дома. Главный козырь – это родители. Ну вот вопрос в том, что в принципе они пока без меня могут справиться, но потом, может быть, уже хуже будет дальше. И вот здесь, в офисе тоже. Ну то есть, либо к строителям ехать, но я не буду дома тогда у строителей. Это я там шесть дней, а один день здесь, в воскресенье. Родителей оставлять нельзя. Ты вот с этого исходи, нельзя. Теперь дальше смотри и к этому делай привязку. Хорошая работа, там Плотников ушла, то другое. А тут, куда ты поедешь, когда оба больные родители-то? Какой ты сын? Кто о домашних не заботится, тот отрёкся от веры хуже неверного. Ты считал это? Читал, да. Ну так возьми эпиграф, напиши, чтобы бесело. Выпиши, печатными буквами-то, и всё, вопрос отпадает. Это я понимаю. Но они ещё не такие, не мощные. То есть, в принципе, ещё какое-то время они... И вот теперь... А чего у тебя брата, другого сестры-то нет? Никого? Брат есть, младший. А где он живёт? Он особо не заботится. А где живёт он? Да он отдельно живёт там, снимает где-то. Ну где, в Москве? Да, в Москве. Сгорит эта блудница-то. Подальше от неё вы поскорее уходили. Тебе... Вячеслав говорил, о чём думали мы, о чём он предлагал мне. По поводу Азова? Да. Ну так, в двух словах сказал, что ты там? Ну всё. И кого надо? Я... И он хотел я. Говорит, ты не должен, тебя никак. А кого? Я говорю, Николай, больше всего твоя кандидатура подходит. Это рядом быть, и ты в любой день можешь выйти, чтобы со мной был там, находился. Это мы бы сделали большое дело. Ну да. Но это там он подробности не рассказал, я не очень понял, там куда-то ехать, и там... Никуда, в Москве, в Москве. Всё в Москве. Понятно. Я так понял, может быть, я не понял до конца. М-м. Да это точно так же, как с Сергеем, с этим, с Сергеем, то же самое, там отлук дадут нам, как обычно. Ну, не приняли, это другой вопрос. Мы видим, израненные лежат люди, и мы дали бы им ход настоящий, их рано бы освободили, видя их исправление. То есть, во всех отношениях это благое дело. Я уже всё готовлю, как ещё, я смог сразу составить. Мне нужно завещание от ФСБ, что они меня, живого или мёртвого, привезут домой сами. Что со мной будет? Нападут там, или что-то. Я должен обеспокоиться о себе. О себе. Я не прошу зарплаты. Ну, и человек кормит чем-то, а то и я питаюсь. Ну, вот так. Совет мой, тебе дан, родителей не бросать, быть рядом. там, вот. Ну, вот, если работать с православными строителями, то я, в принципе, рядом, в Подмосковье. Хорошо. Так ты сегодня это сделай, устроиться сегодня уже. Ну, вот, или бы в офис выходить. Ну, понятно, что офис хуже. Нет. Иди сюда, тебя совесть не мучает. Ты будешь с ними работать. Меньше получать, с голоду не умрёшь. У меня пенсия. Пенсия 12 тысяч со всеми накладками. 12. И я живу, и не только живу, а другие питаются около меня. Да. Ну, спаси Христос. Вот пришли мы к вотцу. Всё. А ты фотокарстички мне пришли, отца и матери? Да, сейчас пришлю. Хорошо. Да. Отец бреется? Ну, у него усы, а тут бреется, да. Он не верующий. Это по-хохлядски. Хохол на голове оставленный. Я сейчас картину рассматривал, письмо пишут турецкому султану. Картина. Хорошая, большая. Ну, всё, я тебе не нужен больше. Да, спасибо. Ну, если только будет это где-то в Москве или рядом, ты пойдёшь со мной? Надо мне обдумать от дела, помолиться. Помолись. Помолись. Потому что такой случай, больше не представится никогда. А когда мы бы это сделали и люди увидели плоды, тут бы... Туда к ним проникнуть и там, по слову Божию, не хранить. Это прямо туда и сделают всё так. Угу. Ну, понятно, да. Ну, всё тогда с Богом. С Богом. Спасибо. Аллилуйя. Ты не против, что мы записываем, выставляем? Я за. За. Ну, молодец. С Богом отошёл. С Богом отошёл. С Богом отошёл. Продолжение следует...